Поставьте против Федора, и я поставлю все деньги на Федора в этом бою. Если под словом лучший подразумевает обладание навыками, то он самый лучший. На данный момент он побьет любого. Бесспорно, Федор лучший. Весь мир считает, что Федор номер один. Он выходит на бой с улыбкой, всегда уважительно настроен по отношению к соперникам, однако за этой улыбкой что-то кроется. Таинственность Федора усиленно обсуждают, и многие делают неправильные выводы. Конечно, кому-то я приятен, кому-то, кого-то может быть наоборот, раздражая своим спокойствием и своим поведением. Посмотрите на него, у него никогда не превышает пульс 60 ударов в секунду. Он не самый большой тяж. Но если вы его разозлите, то велика вероятность, что ринг в полном здравии вы уже не покинете. Технически он никогда не был побежден. Единственное его поражение за 17 секунд из-за рассечения в ринг, в соответствии с правилами, если у тебя рассечение, твой оппонент выиграл. Без сомнения, он находится на одной ступени с Уэйном Грецкий и Майклами Джорданами нашей эпохи. На Федора сложно рассматривать как суперзвезду 21 века. Это легко понять, просто взглянув на него. Кажется, что он направился к парикмахеру, пока он не доберется до ринга. Да даже в ринге он выглядит вот так. И все до того момента, пока он не нанесет первый удар. Это охотник за головами, пытающийся добить тебя как можно скорее. Он абстрагируется от всего окружающего мира. Кажется, что ему скучно, он не тратит ни капли лишней энергии. Ну, во время боя мои ощущения притупляются, и я практически не чувствую боли. Мы говорим об одном из наиболее таинственных бойцов в МАА. Никогда не представляешь, что у него на уме. Я просто, на самом деле, я спокоен по своей натуре, спокойный по своей натуре человек. Я думаю, что он мужественный, невозмутимый по характеру человек. Смешайте это с динамичностью и взрывными движениями, и вы получите полную тайн фигуру. Эта аура загадочности лишь усиляется выбором Федора тренироваться в полной изоляции, оставляя миру ММА лишь догадываться и предполагать. Представляй себе, что хочешь. Но пойми, что все-таки ты не знаешь всей правды о нем. У них там места холодные, обжигающие холодные, заснеженные горы. Там он тренируется. Как в фильме «Рокки». Он всегда уходит в неизвестность. Он убегает от современного мира. У него есть здоровая шина, и он долбит по ней молотом. Он бегает в грязи, тренируется по среде сибирской зимы. Гантели, молоты, брусья и очень много работы с собственным весом. Какие-то блюда, которые он ест, по его заявлениям, обладают волшебными свойствами. Да кто вообще знает, что он там делает? Ну, что он там делает, очевидно, очень помогает ему. Когда ты тренируешься в тайне, в лесах, ты избегаешь повседневной суеты. Тебя не отвлекает ничто, как это могло бы произойти в Лос-Анджелесе, например. Да и другие бойцы не могут узнать, как ты готовишься. Вначале американские фанаты верили, что он машина. Если только ты сам не россиянин, почти невозможно понять его личность. Все еще существует некий трепет насчет того, что движет этим парнем. До сего момента он так и не открывался никому. Дело не в том, что Федор пытается скрыть свою личность. Не нужно слишком глубоко заглядывать, чтобы понять суть. И такой, какой я всегда, а каким они меня видят, такой я есть. Далее в программе. Становление Федора как бойца. Мы узнаем, как Федор тренируется. Тренировка. Они оттуда тренируют, они оттуда тренируют. Ну, в лучшем, конечно, способом узнать, как я тренируюсь, и вам самим приехать, посмотреть. Что он делает, и как он отдыхает для того, чтобы быть самым опасным бойцом на планете. Тренировки Федора. Это Федор. Самый опасный человек на планете. Очевидно, что хотерники хотят прощупать друг друга. О, левый хук. Федор проводит комбинацию сокрушительных ударов. Биг Дэйди прикрывается на удары правой рукой, находят цель. Федор бьет в корпус. Берри клинчует. Хороший удар коленом. И тейкдаун. Вот где он по-настоящему раскрылся. О, сейчас все закончится с таким темпом. Берри закрывает лицо. Удары Федора опасны. У Биг Дэйди большие проблемы. Вот и все. Будридж забит. Я же говорил, до решения этот бой не дойдет. Это Федор. 12-часовая поездка на поезде из Москвы привезет вас в небольшой угледобывающий городок. Старый Оскол. Это не Лос-Анджелес и не Лас-Вегас. Здесь нет глянца, нет гламура. Никаких папарацци. Это не то место, где ожидаешь увидеть лучшего бойца мира. Я люблю тренироваться в любом месте, в любом городе, и России, и мира. Я люблю свой город. Я здесь вырос, у меня здесь родители, мои друзья здесь, мой спортзал здесь. Изолированный и замкнутый от всего мира. Недоступность создает волну слухов вокруг Федора. Ходит много слухов, на самом деле все намного проще. Покрытые небольшой ржавчиной блины, надорванные груши. Нет секрета, все просто. Тренируй свое тело, нарабатывай навыки и готовься. Ну, чтобы такая песенка была на соревнованиях, нужно иметь большой запас в тренировках. Нужно выполнять огромный, большой объем работы. Поэтому я выхожу и работаю, не переставая, работаю как заведенный мотор. Рабочий день Федора начинается с 8-километровой пробежки. Этим начинается настоящая работа. Но ничего необычного, все упражнения можно встретить в любом другом зале. Но их количество и интенсивность, то, что отличает Федора от других. Борюсь. Очень много уделяю технике стоя. У меня много спарринга. Очень много работает. Чтобы быть чемпионером, федора должно быть ваш дом, и ваш фокус будет никогда не вверх. Все начинали с нуля. Но тем не менее, у него очень хорошая координация. Быстро научился правильности нанесения ударов, защитных действий. Я помогаю ему ставить ноги, при движении, защитные действия за счет корпуса, за счет ног. В этом направлении мы с ним постоянно и работаем. Если он что-то делает, то он делает это от начала до конца и выкладывается весь, что бы то он ни делал. Карил Садельнаков is Feodor's main training partner, and sometimes it's a painful experience. Можно, Саша? Да. Слушай, ты спаси меня. Ты с вами головы? Да. Извини. Все, что на лице, вот как бы побоему, это все во время тренировок. Тренировок с Федором. Немножко есть, наверное, азарт. То есть, сможет, там, не смогу ли я уйти. Так, пушечка. Сейчас. Самая пушечка. Сейчас прилетит. Как бы в этом азарте и смешно, и больно. Мне очень приятно усталость после тренировки, когда из Неможона идешь домой, еле ноги волочешь. Мне это очень приятно. Для Феодор, familiarity is key, and after a hard day of training, his body needs to rest. А где-то, да, это тренировки. А где-то на тренировки, да? Там, да. Там, да. Продолжение следует.